Оказание первой помощи. Что это? Скучная теория на уроках об уже или все-таки знания, которые в экстренной ситуации могут спасти жизнь? Вот уже два года специалисты Центра экстренной психологической помощи в рамках проекта «Научись спасать жизнь» учат оказывать первую помощь в самых непредвиденных обстоятельствах. А сегодня и нам проведут мастер-класс. У меня в гостях психолог отдела психологической подготовки Дальневосточного филиала ФКУ Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анастасия Василенко. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и расскажите, пожалуйста, почему все-таки возникла такая необходимость обучать людей, обучать детей? Ведь в принципе все эти знания мы получаем на уроках УБЖ, когда сдаем на права, нам также рассказывают, как оказывать первую медицинскую помощь и просто первую помощь. Почему все-таки возникла такая необходимость снова об этом рассказать? Все меняется. Сейчас, когда мы запускаем наши курсы, когда мы уже обучали множество преподавателей даже по УБЖ, по Дальневосточному федеральному округу, мы сталкивались с такой ситуацией, что кто-то говорит даже при проведении сердечно-легочной реанимации, что нужно делать вот так и столько раз, кто-то говорит другую информацию. Все меняется вплоть до того, как вы будете ставить руки и на какое место при проведении сердечно-легочной реанимации. Поэтому за счет того, что знания обновляются, за счет того, что вы должны постоянно получать какой-то навык, чтобы потом это воспроизвести. Если вы слушаете какую-то теорию, то не факт, что во время какой-то экстренной ситуации вы вспомните, как это нужно делать. Возможно, в теории вы вспомните, но как это необходимо сделать на практике, может и не случиться такого, что получится. То есть вы когда обучаете, вы обучаете на тренажерах, разрешаете подходить всем ученикам и попробовать? Естественно. Мы не только разрешаем, но и рекомендуем это делать. Рекомендуем это делать на разных манекенах, потому что жесткость у манекенов разная. И даже вплоть до того, что кому-то, какому-то манекену сделать вдох намного легче, чем другому манекену. Либо, допустим, прожать грудную клетку легче, а другому, наоборот, сложнее. Но люди, наверное, тоже все разные. Люди разные, разные комплекции. Все эти моменты, они учитываются. И, естественно, вместе с преподавателем по первой помощи это все корректируется и поправляется во время проведения. Ну и самый главный момент, который мы всегда озвучиваем, в том числе и детям, взрослым, что никогда мы не делаем это на живых людях. Не тренируемся. Поэтому, пожалуйста, манекены есть. Пользуйтесь, практикуйтесь. Кто среди ваших студентов? Среди наших студентов, так сказать, это и преподаватели различных предметов, не только ОБЖ и не только физкультура. Это могут быть и преподаватели дополнительных каких-то предметов. Это дети различной категории возрастной. Это маленькие дети. Даже в детском саду есть определенные формы, которые мы можем провести с ними. Понятно, что у них не получится качать манекен, просто физически даже. Но какие-то моменты мы рассказываем в форме сказок. Это школьники старшие и младшие, это студенты техникумов, вузов. Это также нас приглашают в какие-то разные организации, чтобы научиться оказывать первую помощь. Насколько вообще важно простому обывателю обладать вот этими навыками в повседневной жизни? В момент происшествия мы его никогда не можем предугадать. И не знаем, когда приедет скорая помощь, когда приедут службы, которые обязаны оказывать первую помощь. Поэтому кто обычно рядом появляется? Это обычные люди. Это зеваки, это прохожие, это, может быть, какие-то друзья или знакомые. И очень важно в эти первые минуты оказать первую помощь. Потому что если человек просто будет стоять и смотреть... Или снимать на камеру, как это сейчас происходит. Снимать на камеру. Процент того, что человек выживет, он очень сильно уменьшается. Поэтому очень важно, чтобы обычный человек смог это сделать. А оказание первой помощи как раз и подразумевает простые мероприятия, которые может делать любой человек, который обучился и знает, как это делать. Что это за мероприятия? Есть разные состояния, при которых оказывается первая помощь. Это может быть потеря сознания, я не знаю, от перегрева, воздействия высоких температур, ожоги. Это воздействие низких температур, переохлаждение, отморожение, отравление, какие-то травмы или кровотечение. Или вот, допустим, сегодня мы с вами сможем попробовать отработать, что же нужно делать, если у человека нет дыхания, нет кровообращения и сознания, соответственно. И что нужно делать, если нужно извлечь инородное тело из верхних дыхательных путей. Ну что ж, давайте уже приступим к практике. Вы сегодня взяли два тренажёра. И что мы с помощью них сможем отработать? Первый навык, который мы с вами сегодня получим, это навык оказания сердечно-лёгочной реанимации при отсутствии сознания, дыхания и кровообращения. Предлагаю сейчас приступить. Есть определённый алгоритм оказания первой помощи. Он действует для всех состояний, при которых мы оказываем первую помощь. Сейчас мы рассмотрим на примере проведения сердечно-лёгочной реанимации. Вот вы шли по улице, увидели, человек лежит. Но мы же не знаем, что с ним происходит. И если мы сразу подбежим и начнём оказывать ему какую-то помощь, то можем сами оказаться в опасности. Например, это могло произойти где-то на дороге. Машины ездят рядом, нужно как-то побеспокоиться о безопасности. Может быть, какой-то провод оголённый лежал, и вы подошли, вас тоже ударило оттоком. То есть сначала нужно оценить ситуацию? Конечно. Сначала нужно посмотреть на безопасность вашу и пострадавшего. Когда вы уже оценили это всё дело, вы подходите к пострадавшему. И почему я сказала, что важно проверить, в сознании он или нет? Потому что человек может просто отдыхать. Прилёг. Ну, просто лёг на тротуаре? На травке, например. Например, рассказывали нам случаи наши ученики с других округов, что действительно лежал человек на травке, они подумали, что ему нужна помощь, накинули сразу её оказывать, а по итогу оказалось, что он просто очень крепко уснул. Поэтому что мы делаем? Естественно, я уже сказала про безопасность. Желательно, конечно, я понимаю, что не у всех есть с собой перчатки, но желательно, конечно, прикасаться к чужому человеку с какой-то защитой. Ну, сейчас в условиях пандемии, в принципе, эта вероятность увеличилась? Вероятность увеличилась, да. Поэтому я сейчас вам буду всё демонстрировать, как это положено, да, а потом мы уже обговорим моменты, когда этого у нас нет с собой. Потому что оказание первой помощи, оно подразумевает момент, что у нас нет специальных средств. Поэтому мы действуем из того, что у нас есть. Поэтому, чтобы проверить сознание, мы должны аккуратно взять человека, пострадавшего, который лежит за плечи, потормошить и громким голосом спросить, что с вами, вам нужна помощь? Если он нам не отвечает, естественно, что мы сделаем вывод, сознание нет. Далее, что мы должны сделать? Мы должны проверить ещё один признак, дышит человек или нет. Для этого мы должны освободить дыхательные пути. Если мы с вами вот так вот подышим, опустим наш подбородок, мы поймём, что это очень тяжело сделать. Поэтому мы должны распрямить дыхательные пути и услышать. Что мы делаем? Как это правильно делается? Одну руку кладём на лоб пострадавшего. Двумя пальцами аккуратно за подбородок мы запрокидываем голову. Вот мы выпрямили дыхательные пути. На этом этапе уже ему легче в любом случае дышать? В любом случае, если медленное угнетённое дыхание, есть вероятность его услышать. Дальше что мы делаем? Есть правило трёх П. П послушать, П почувствовать и П посмотреть. Поэтому что мы делаем? Мы должны своим ухом наклониться к рту и носу пострадавшего. И в течение 10 секунд мы будем П смотреть на грудную клетку, движется она или нет. П почувствуем выдыхаемый воздух на своей щеке. И П послушаем, есть ли дыхание. И прям считаем. Один, два, три. И так до десяти. Посчитали. Всё, мы можем сделать вывод, что у человека нет сознания, нет дыхания. Это два определяющие признака, которые говорят нам о том, что нужно делать сердечно-лёгочную реанимацию. Почему мы не говорим про кровообращение? Потому что не каждый человек знает, где его вообще прощупывать, каким образом это делается. Поэтому это сейчас необязательный признак. Когда вы узнали, что с человеком произошло, вы должны вызвать скорую медицинскую помощь. Потому что вы знаете, что нужно сообщить. Скорую вызываем по номеру 112, 03 или 103. Лучше, конечно, чтобы это сделал кто-то из окружающих. Чтобы не терять время на реанимацию. По-любому будут зеваки, но нужно обратиться к конкретному человеку. То есть назвать какой-то определённый признак. Допустим, девушка в синем платье. Вызовите, пожалуйста, скорую. Как вызовите, сообщите мне. А мы, не теряя времени, уже приступаем к сердечно-лёгочной реанимации. Что нам необходимо знать? Если это зима, то, естественно, мы расстёгиваем пуховики, куртки, но не до такого состояния. До головы не надо раздевать. До рубашки, до футболки. Да. Нам важно просто понимать, куда нам нужно ставить свои руки. То место, где расходятся ваши рёбра. Ну, обычно мы говорим простым языком, потому что не все знают, где находится мечевидный отросток. Как раз вот это место, то место, где рёбра расходятся, мы ставим туда два пальца, и выше будет место нажатия. Давим мы основанием ладони, самой твёрдой частью. Руки обязательно в замок, потому что мы уже с вами говорили про то, что это стрессовая ситуация. Обычно руки начинают потеть, потому что человек очень сильно нервничает. Поэтому держим руки в замок, чтобы они, не дай бог, не соскользнули во время проведения сердечно-лёгочной реанимации и не сломали ребро пострадавшему. Поэтому два пальца выше места нашли, приложили основание ладони, руки в замок, руки должны быть прямые, и обязательно пострадавший находится на твёрдой ровной поверхности на уровне ваших колен. И вы своим рычагом начинаете надавливать на грудную клетку. Здесь, для вашего понимания, вы должны увидеть треугольник. То есть, если вы всё сделали правильно, здесь будет треугольник. Далее осуществляем 30 надавливаний. Если это взрослый человек, то нужно прогнуть грудную клетку на 5-6 см. То есть это достаточно... Спичечный коробок. Достаточно много. Можно ли так сломать грудную клетку? Ну, смотрите, здесь ещё один момент. Когда вы делаете первое нажатие, частые ошибки наших студентов, они начинают сразу нервничать, да, и начинают сразу... Таким образом характерный хруст происходит. То есть они из-за того, что переволновались, первое нажатие делают очень сильно. Поэтому первое мы делаем немножко, как сказать, пробуем эластичность грудной клетки. Потому что вы знаете, что у детей она более эластична, у стариков менее эластична. С пожилыми людьми нужно, в принципе, быть гораздо аккуратнее. Осторожно. И с детьми тоже. Вообще с любым человеком. Поэтому делаем пробное нажатие, смотрим эластичность грудной клетки. Далее уже мы совершаем с частотой 100-120 раз в минуту надавливание 30 раз. И вот мы совершаем. Если мы делаем с кем-то, кто-то нам помогает, то последние цифры мы говорим вслух. Допустим, 28, 29, 30, чтобы наш товарищ уже был готов делать вдохи. Естественно, когда мы переходим к вдохам, мы должны подумать о собственной безопасности. И обычно, если это происходит на дороге, есть автомобильная аптечка, где должно быть устройство. Называется рот-устройство рот. Такая трубочка. Да, трубочка. Вы вставляете ее и спокойно через нее дышите. Либо какую-то другую защиту вы можете придумать, если совсем ничего нет. И если вы боитесь за собственную безопасность, мы же не знаем, чем человек болеет. Вдохи можно не делать. Я сейчас расскажу, как это сделать правильно. Перед каждым вдохом вы должны опять запрокидывать голову. Каждый раз. Руку на лоб. Двумя пальцами запрокидываем голову. Обязательно закрываем нос, иначе весь воздух выйдет. Далее открываем рот. И если у вас есть какая-то защита, вы кладете защиту, либо надеваете маску на себя. Сейчас маски у нас у всех есть. И плотно своими губами обхватываете губы пострадавшего, чтобы воздух никуда не выходил. Далее вы совершаете два выдоха. Если вы делаете это с товарищем, то товарищ может посмотреть, что замечательно. Грудная клетка может даже держать свои руки, продолжать держать руки на грудной клетке и чувствовать, как грудная клетка поднимается. Сделали два, три подхода. И лучше, конечно, на сонной артерии проверять, появился ли пульс. Потому что сердечно-легочную реанимацию мы можем прекратить только в трёх случаях. Если появились признаки жизни, а если мы не будем прощупывать и не поймём, то мы будем продолжать качать человека и можем тем самым остановить сердце. Поэтому мы проверяем обязательно эти моменты. Второй момент – до приезда скорой медицинской помощи, до передачи бригаде. То есть не так, что где-то приехала скорая, вы встали и ушли. И есть ещё третий момент – до собственной усталости. Но мы всегда говорим на наших занятиях, на наших курсах, что насколько это гуманно, если вы понимаете изначально, что вы с этим не справитесь. Начинать. Да. Брать на себя ответственность и проводить уже до конца. Меняться с кем-то, просить вас подменить, но делать это до конца. Потому что вы не медики, вы не можете поставить диагноз и сказать, что всё, больше я пытаться не буду, и человек умер. Я могу попробовать? Да, конечно, вы можете попробовать. Сейчас у нас с вами. Так, мне нужны перчатки? Мы сейчас с вами попробуем просто отработку. Да, допустим, я без перчаток, да. Да, вы без перчаток, но защиту мы вам всё равно выдадим. Всё. Вот здесь всё правильно, да? Да. Я смотрю, вот здесь зелёный появляется индикатор. Это значит, что я делаю правильно? Да, у нас это простые выездные манекены. Есть, конечно, более сложные, которые подключаются к системе, да, и говорят вам о том, что, допустим, вы там сломали ребро или не сломали. Здесь у нас простой индикатор, который показывает верную глубину нажатия. Самые распространённые ошибки. Вы уже сказали, что это может быть сильный рывок, то есть можно сломать сразу же грудную клетку. Какие ещё ошибки? Ну, понятно, что во время оказания реальной помощи вы не присутствуете. Вот на манекенах какие ошибки допускают? Вы когда демонстрировали, тоже был один такой момент, когда вы меняете точку нажатия. То есть вы поставили в определённую точку, вы на ней и должны оставаться. А вы начинаете немножко скакать по манекену, и при этом вы, получается, наносите человеку дополнительные повреждения. Но при этом, если вы почувствовали или услышали характерный треск ребра, вы не останавливаетесь, потому что мы всегда выбираем приоритет. Приоритет – это жизнь. Если вы остановитесь, он всё равно не выживет. Продолжаете... Целое ребро мёртвому человеку не понадобится. Да, всё верно. Хорошо, здесь разобрались. Всё, что мы могли, мы сделали. А что мы будем делать с ребёнком? С ребёнком мы сейчас получим навык излечения инородного тела. Кстати, это очень частая проблема, да, нам нужно встать, это очень частая проблема, да, у молодых мам. В принципе, любая мама даже дома может столкнуться с такой ситуацией. Что нужно делать? Что нужно делать? Мы проводили, кстати, на Динамо была неделя грудного вскармливания, и очень много мамочек подходили и делились с нами своим опытом, как у них это происходило. И обычно, опять же, это стрессовая ситуация, когда ты либо мобилизируешь все свои внутренние ресурсы и начинаешь действовать, да, либо ты застываешь, и даже, может быть, ты знал и что-то там мог делать, да. Ты примерно понимал, что можно сделать. А когда это касается твоего ребенка, ты забываешь все на свете. Вот, поэтому, естественно, лучше получать и тренировать. Ну, мамы рассказывают, как они чаще все это. Я слышала, что вот у меня у знакомой была такая ситуация, они брали ребенка и за ноги его встряхивали. Так можно делать? Ну, в рамках наших курсов мы такое не преподаем, потому что, опять же... Можно травмировать ребенка. Да, по словам врачей, поэтому мы... Хорошо, как это делать? Только простые. Да, как делать это правильно? Что мы в первую очередь должны сделать? Вот, подавился ребенок, да? Если это маленький ребенок, понятное дело, я сейчас вот расскажу, что делаем. Кладем ребенка на предплечье, обязательно держим, придерживаем головку. Если есть возможность пальцами нащупать какой-то инородный предмет в ротовой полости, то вы это делаете. Наклоняем ребенка так, чтобы голова была ниже нижних конечностей и выхлопывающими движениями основанием ладони, тем самым местом, которым вы делали сердечно-легочную реанимацию, между лопаток вы производите вот такие удары. Вот. Но их нужно сделать до пяти раз. Вот видите, я один раз делала и уже я пальцем чувствую, что там что-то выпало. То есть нужно пальцы еще около рта держать, чтобы уже лишний раз не делать этих движений. Вот. Вот таким образом вы делаете. Если ребенок уже постарше, то, понятно, вы уже на предплеще его не возьмете, просто берете и через коленку его перекидываете и то же самое осуществляете. Со взрослым человеком такая же история. Вы его наклоняете и между лопаток тоже выхлопывающие движения. Что делать, если пять раз вы сделали, а ничего не помогло? Далее мы можем положить маленького ребенка на твердую ровную поверхность и таким же способом, как вы делали сердечно-легочную реанимацию двумя пальчиками на то же самое место вы начинаете надавливать на грудную клетку и контролировать, вышло ли возможно. Выйдет инородный предмет в ротовую полость. Если вышел, аккуратненько достали. Если нет, пять раз сделали и опять осуществляем те же самые действия, которые мы совершали до этого, до тех пор, если не выплюнет инородный предмет, либо потеряет сознание, тогда мы уже знаем, что нужно делать. Потеря сознания, нет дыхания, дальше проводим сердечно-легочную реанимацию. Каким же способом? 30 на 2. Вот все эти, как в фильмах показывают, когда обхватывают человека сзади и начинают его вот так к себе прижимать. Это правильная техника? Когда ее нужно применять? Это называется прием гемиха. Для маленьких деток этот способ не пойдет. Это для более-менее уже там взрослых, то есть для младенца точно нет. И также для беременных женщин не совсем в таком виде он подходит, и для тучных людей. Каким образом это осуществляется? Вы кладете... На маленьком лучше? Да, давайте покажем на нем, я думала, будет не точь. Вы кладете выше пупка свой кулак, наклоняете человека вперед, обхватываете свой кулак и начинаете совершать такие движения внутрь-кверху. И вот точно так же пять раз. Но изначально первое вы сделали выхлопывающее движение, а потом сделали такие движения. Если это беременная женщина или тучный человек, то вы давите не выше пупка, а вы давите на нижнюю часть грудной клетки. Точно таким же образом. Лучше, конечно, чтобы прям наклонить его. В принципе, вот так вот все в теории понятно. И когда попробуешь на тренажере, в принципе, все встает на свои места, потому что откуда знать, как давить правильно. Поэтому очень полезно именно то, что можно попробовать на тренажере. Анастасия, спасибо вам огромное. Во-первых, что рассказали обо всем, показали, еще и научили. Я очень надеюсь, что все эти знания мне не пригодятся. Но тем не менее. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok